Элементом вне Соединенного Королевства. Ну а главная, наверное, самая обсуждаемая международная новость, это прошедшая накануне в Соединенных Штатах праймерис Митт Ромни, бывший губернатор Мастачусетса, сделал, похоже, невозможно и выиграл республиканский праймерис сразу и в штате Айова, и в штате Нью-Гемпшир накануне. Он первый, кому это удалось, шансы Митт Ромни стать соперником Барака Обамы. Все выше. И как он этого все-таки добился, знает Егор Низамов. Доброе утро, Ренат. Результат выборов в Нью-Гемпшире несложно было предсказать заранее. Митт Ромни лидировал во всех опросах общественного мнения, которые провели на выходных, причем с большим отрывом. В итоге на самих праймерис Ромни набрал 40% голосов. У его ближайших преследователей Джона Хансмана и Рона Пола результат в два раза ниже. Но самое удивительное то, как Ромни смог понравиться абсолютно всем. Судя по экзит-полам, которые проводили на участках, за него голосовали и молодые, и пожилые люди, и бедные, и богатые, и даже участники движения Чайпития, такого ультраконсервативного республиканского крыла. То, что Ромни первый из всех кандидатов, не считая только действовавших президентов, победил сразу и в Айове, и в Нью-Гемпшире, тоже говорит о многом. Это значит, что его поддерживают и сельские жители, и промышленники. Разгадать секрет, как Митт Ромни удается переманивать на свою сторону таких разных людей, его противникам, думаю, будет непросто. Может быть, им стоит хотя бы перенять его спамерскую тактику. В Нью-Гемпшире Митт Ромни буквально завалил жителей штата разными письмами, буклетами. Его сторонники обзванивали избирателей, ходили по их домам, в общем, делали все, чтобы его имя было на слуху. Многие из таких писем, конечно, сразу отправляются в помойный ящик, но какие-то остаются в памяти. Политологи в США говорят, что на Ромни, по всей видимости, работает команда профессионалов, которая вполне может довести его и до Белого дома. Следующие праймерисы состоятся через 10 дней в штате Южная Каролина. Там живет много христиан, которым, в принципе, не по душе мормандская вера Митта Ромни. Так что его главный тест, можно сказать, еще впереди. Спасибо, Егор. А знаешь, что мне очень интересно? Вот накануне ты в вечернем выпуске новостей рассказывал такой, наверное, важной очень вещи касательно этих праймерис. Ромни, он же один из самых богатых претендентов на президентский пост. 250 миллионов долларов в состоянии. В США крайне популярно движение «Оккупируй Уолл-стрит», борьба с толстыми кошельками, с зажиточными миллионерами. А Ромни, собственно, олицетворение того самого класса, с которым активисты движения «Оккупируй Уолл-стрит» борются. Помешает ему это в борьбе за белый день? Естественно, помешает. Он уже не раз сталкивался с активистами этого движения, которые на каждой пресс-конференции стремятся хоть как-нибудь его науколоть. Он хочет задать ему пару каверзных вопросов о том, не мешают ли, скажем, большие деньги в политике, и что, в принципе, было заметно в последние годы в Соединенных Штатах. Но он обычно отвечает, что, несмотря на свое происхождение, он сын миллионера и сам миллионер, несмотря на это, он все же понимает, чего хотят обычные люди, и сам себя причисляет как раз не к одному проценту, против которого борются активисты движения, а к теме 99 процентов, которые борются с миллионерами. Ну, вот такие интересные взгляды миллионера на миллионы. Спасибо Егору Низамову, который рассказал о прошедших накануне в американском штате Нигемшур знаковых и таких первых важных праймерис республиканцев.